Вот в этом баллоне 40 литров гелия. До повышения цен он стоил 9700, сейчас он стоит 27. А вот в этом баллоне 10 литров гелия. Он до повышения цен стоил 2300, сейчас он стоит 5. Ну и соответственно, нам же тоже пришлось поднять ценник, и люди не хотят за эту цену шары покупать, но за 200 рублей шар это слишком много. Из-за резкого повышения цен Валерии даже пришлось закрыть точку продаж. Такого подорожания на гелии еще не было. Клиенты просто стали отказываться от покупки шаров. Заказы аэродизайнеру теперь поступают очень редко. И это при том, что правительство всячески пытается поддержать на плаву малый бизнес. И соответственно, мы сейчас думаем, какие-то пытаемся придумать альтернативы. То есть, кто-то переходит на воздух, начинают делать фотозоны, арки. Я сама этим тоже занимаюсь, и это приносит действительно неплохой доход. Но с такими ценами на гелии, опять же, я думаю, что скоро этот бизнес, извиняюсь за выражение, загнется. Именно вот гелевый шар. Такого понятия, наверное, больше не будет существовать, если еще поднимется цена. Потому что это будет просто нерентабельно, и в этом не будет смысла. Предприниматели продают баллоны на Авито, а продавцы вынуждены поднимать цены. Сообщество аэродизайнеров страны уже пишет петиции против повышения цен на гелий. Дело в том, что Амурский газоперерабатывающий завод, который открыли в прошлом году, не работает. В октябре там случился пожар. Основной и единственный на сегодня производитель гелия находится в Оренбурге. Именно там сейчас и закупают гелии челябинские бизнесмены. С Оренбургским заводом мы ранее работали. Они сейчас очень сильно ограничили и объемы отпускаемого гелия, ну и цена, соответственно, все тоже. То есть каждый раз это все новые цены. Не успеваем отслеживать. На Оренбургском гелевом заводе дефицит объясняют уменьшением газа в сырье. Еще одна причина подорожания в том, что много гелия привозили из-за границы. Сейчас из-за санкций внешний рынок практически закрыт. Плюс сказывается еще и сезонное подорожание. Летний спрос, он всегда такой. Плюс у нас очень большой потребитель гелия. Кто? Китайская народная республика. Аэродизайнеры и владельцы праздничных агентств уверены, если ситуация не изменится, им придется делать упор на другой ассортимент. От гелевых шаров уже отказались цветочные магазины, которые продавали их в дополнение к букетам. А мелким предпринимателям, как Валерия, и вовсе придется закрыться.